Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы на нас еще по какой-то причине до сих пор не подписались, мы бы рекомендовали это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто. В том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Есть такие модели на вторичном рынке, которые в свое время, будучи новыми, мягко говоря, не снискали особой популярности у публики. Хотя все козыри для этого у них в целом были, но какие-то из них затерялись на фоне старших собратьев, какие-то из них, возможно, принадлежали к не очень популярным маркам. Однако явление такое все же есть. На фоне того, что наиболее популярные некогда бренды в нынешние времена прибавили по 100 плюс тысяч километров пробега на одометры, поменяли по 3-4 хозяина дополнительно и вообще потихоньку приходит в негодность, то есть происходит своего рода процесс вымывания наиболее популярных моделей из оборота на вторичном рынке, у подобных машин появляется второй шанс. Одной из таких моделей, как ни странно, оказалась Toyota. Toyota Avensis в кузове Т270 на момент своего выхода эта модель конкретно затерялась на фоне Toyota Camry в сороковом кузове. Но теперь на вторичном рынке, когда найти живую сороковку становится все сложнее и сложнее, Avensis начинает казаться неплохим выбором. Toyota Avensis в кузове Т270 появилась в 2008 году, сменив на конвейере супер-успешного предшественника в кузове Т250. Автомобиль на российском рынке продержался всего-навсего до 2012 года, хотя его конвейерная жизнь оказалась немножко дольше. На 2011 год пришелся рестайлинг, в ходе которого автомобили обновили внешность и немного поправили интерьер. На российском рынке такие автомобили официально продавались только с бензиновыми двигателями объемом 1,6, 1,8 и 2 литра. После рестайлинга гамма-двигателей сократилась до одного единственного 1,8-литрового мотора. Мощность, соответственно, 132, 147 либо 152 лошадиные силы. Коробка передач механическая либо вариаторная, а привод только на переднюю ось. Машина выпускалась как в кузове седан, так и в кузове универсал. Наш сегодняшний экземпляр – автомобиль 2010 года выпуска. Это дорестайл мотор 1,8, 147 лошадиных сил и вариаторная коробка передач. По сравнению с предшественником, 270-й кузов значительно подрос в габаритных размерах. Длина автомобиля 4,69 м, ширина 1,81 м, а высота 1,48 м. Колесная база седана при этом составляет 2,70 м, что более чем достойна по меркам класса, к которому Avensis относится. Автомобиль довольно шустрый, радиус разворота 5,5 метров, но не очень легкий. Снаряженная масса 1520 кг. Что касается толщины лакокрасочного покрытия и прочих моментов, связанных с особенностями кузова и коррозии. Толщина лакокраски на Avensis 270 кузове будет где-то в диапазоне от 90 до 140 микрон. Это стандартный тойотовский окрас. Ну а что касается каких-то специфических мест, на самом деле кузов у Avensis довольно хорошо сопротивляется коррозии. Он оцинкован и даже места сколов не торопятся ржаветь. Но в плане дефектов лакокрасочного покрытия эти автомобили все-таки засветились по нескольким, правда, довольно несущественным моментам. Первое. Довольно часто на таких машинах попадаются дефекты краски, связанные с тем, что бампер протирает крыло вместе стыка. Имеется в виду, конечно, лакокрасочное покрытие. Также на автомобилях довольно часто встречаются сколы на передней кромке крыши. Но это специфический момент для, в принципе, всего, что имеет клиновидный передок. Третий момент. Это колесные арки в плане повреждения лакокраски от летящих от колеса камней. Соответственно, на машинах с большим пробегом желательно осмотреть колесные арки повнимательнее на предмет отсутствия там следов коррозии. Все же возраст потихоньку сказывается. Ну и последнее, что касается кузова этого Avensis, довольно интересный дефект, который, в принципе, дилеры в свое время исправляли по гарантии. Правда, исправляли через замену всей двери в сборе. У этих автомобилей встречаются растрескивания металла двери в районе крепления ограничителя хода. Правда, к каким-то глобальным последствиям, кроме эстетических, это не приводит. Да и то увидеть этот момент, по сути дела, можно только специально. Что касается салона Avensis в 270-м кузове в целом, на самом деле здесь довольно-таки много места. По крайней мере, эта машина не слишком теснее, чем та же самая Camry 40. Да, выбор материалов чуть-чуть отличается, хотя в целом, надо сказать, по нынешним меркам пластик здесь можно назвать мягким. Сидения здесь не имеют ярко выраженной боковой поддержки, они практически плоские, но зато, опять же, относительно мягкие. И довольно комфортные. Диапазон регулировки рулевой колонки, кстати, регулировка здесь механическая, в принципе, довольно-таки неплохо и позволяет выставить ее под себя практически любому водителю. Что касается диапазона регулировки кресла, то даже если просто отодвинуть сидение до упора назад, моя левая нога уже полностью выпрямляется в колени, чтобы коснуться пола салона. Так что, в принципе, водителям высокого роста, а мой рост метр восемьдесят шесть, в этом автомобиле удастся устроиться за рулем нормально. Здесь все абсолютно стандартно. Блок стеклоподъемников под левой рукой, клавиши на рулевом колесе с левой стороны управления мультимедийной системой, а справа подключенным по Bluetooth телефоном обычная мультимедийная система с CD-чейнджером, двузонный климат-контроль, ну и подогревы сидений, которые в данном случае решены в виде крутилок. Селектор коробки передач, один подстаканник, да бардачок в центральной консоли. По большому счету, вот и все убранство салона. Как следствие того, что AVENSIS автомобиль довольно простой, он и надежный. Каких-то характерных проблем по салону у этих автомобилей выделить сложно. Да, кто-то из владельцев сталкивался с необходимостью ремонта панели климат-контроля с некорректной работой. Рукояток регулировки температуры или, например, с ремонтом вентилятора-отопителя. Но, опять же, это происходит очень-очень эпизодически, далеко не на всех машинах. Что касается места сзади, в данном случае я сижу сам за собой. Пространства над головой здесь в целом достаточно. Опора под локтями присутствует. Посредине здесь откидной удобный подлокотник с двумя подстаканниками. Есть крепильница для задних пассажиров, своего рода пережиток прошлого. Запаса для коленей не очень много. Фактически, мои колени сейчас касаются спинки переднего сидения, но не упираются в нее. Из удобств для задних пассажиров собственные плафоны освещения, ручка держаться, кнопка стеклоподъемника, да и, пожалуй, все. Единственный момент, что у этого автомобиля производитель предусмотрел лючок для перевозки длинных грузов. Ну а теперь про подкапотное пространство «Авенсиса» в 270-м кузове. Поскольку дизелей к нам официально не поставлялось, все российские «Авенсисы» будут иметь линейку бензиновых агрегатов. Это моторы объемом 1,6, 1,8 и 2 литра, мощностью 132, 147 и 152 лошадиные силы. При этом все эти двигатели конструктивно однотипны. Все это ZR серия 1 ZR FAE, 2 ZR FAE и 3 ZR FAE соответственно. Но это конструктивно рядные алюминиевые четверки с двумя верхними распредвалами. Здесь присутствуют фазовращатели, здесь установлена система изменения высоты подъема клапана «Вальва Матик». Моторы имеют цепной привод ГРМ и самый обычный распределенный впрыск топлива. Есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Соответственно, регулировать ничего здесь не нужно. Серия моторов ZR считается формально одноразовой. При достижении критичного пробега и проблем с поршневой группой, большинство владельцев предпочтет просто заменить этот мотор. Если что, ремонтных размеров на данные двигатели нет. Но при всем при этом, ресурс данных силовых установок весьма неплох. Моторы ходят до 300 тысяч километров и даже более, самое главное, вовремя менять масло. Использовать качественные горючие смазочные жидкости и, конечно, не перегревать. Как и любой двигатель с алюминиевым блоком, моторы эти к перегреву довольно-таки чувствительны. Да, некоторые владельцы автомобилей с такими двигателями, возможно, отметят появление расхода масла на угар где-то к пробегу 200+. Но при всем при этом, моторы еще продолжают исправно работать долгое время. Цепь ГРМ, кстати, в целом имеет тоже неплохой ресурс и до пробега в 200, как правило, ходит. По сути дела, вопросы по этим двигателям, если что-то и подкидывает, то сама система Valvematic. Причем чаще всего проблема связана с блоком управления, а именно с нарушением герметичности корпуса блока управления и последующим окислением платы. В нашей практике нам приходилось сталкиваться с восстановлением блока Valvematic. Процедура довольно-таки небюджетная, порядка 20 тысяч рублей. Опять же, наша статистика говорит о том, что подобные неисправности встречаются довольно-таки редко. По факту, это единичные случаи. Конечно, на всякий случай, при покупке подобного автомобиля, следует прогнать его через диагностический сканер на предмет наличия ошибок под данному блоку. Хотя, если он засбоит, вы никак это не пропустите. На приборной панели вы увидите гирлянду ошибок. Ну и еще один характерный момент, который кто-то из владельцев устраняет, а кто-то продолжает с ним ездить, поскольку на эксплуатацию он особого влияния не оказывает. Это стук. Стук, проявляющийся при износе кулачков вакуумного насоса. Проблема не смертельная и вполне себе решаемая, причем в разумный бюджет. В остальном, при выборе автомобиля с таким мотором, рекомендации общие. Осмотрите двигатель на предмет отсутствия течей, по прокладке клапанной крышки, по лобовине, естественно, по стыку головки блока цилиндра с самим блоком. Ну и, конечно, проверьте, чтобы не бежали сальники на стыке коробки передач и двигателя. Сочетание подобных моторов с вариаторной коробкой передач, кстати говоря, делает Avensis очень экономичным автомобилем. Расход топлива с любым из этих двигателей в городском цикле у вас вряд ли сильно превысит 10 литров на 100 км пути, по крайней мере, летом, когда можно пренебречь длительными прогревами автомобиля. Что касается коробок передач, выбор у российских потребителей сводился либо к механической, либо к вариаторной коробке передач. Причем на эти автомобили в разное время ставились разные коробки. Механика была здесь в двух разновидностях, ЕЦ-60 либо ЕБ-60. Коробки передач в целом надежны. Если говорить про механические, особенно единственный момент, на больших пробегах к 150-200 тысячам у тех владельцев, кто пренебрегал заменой масла в механической коробке, очень даже могут начать подвывать подшипники. Поэтому на машине с механикой на всякий случай прокатитесь и послушайте ее на предмет отсутствия постороннего гула. Момент с разбалтывающимся и теряющим четкость механизмом выбора передач со временем можно считать, в принципе, болезнью на большинстве современных машин. Ну а если вы выбираете машину с двумя педалями, то это будет вариаторная коробка. Вариаторы, носящие общее коммерческое наименование Multidrive, относились к разным сериям. К-111, К-310, К-311. Эти трансмиссии очень ресурсны. Ресурс подобных коробок в умелых руках, если вы будете ухаживать за ними вовремя, раз в 40 тысяч менять рабочую жидкость и не слишком зверствовать с педалью газа, способен перевалить за 250 тысяч километров пробега. Коробки, как водятся, боятся ударных нагрузок и перегрева. Впрочем, сам по себе с любым из двигателей Avensis это далеко не гоночный болид, предназначенный скорее для комфортного перемещения. Перед тем, как заглянуть на Avensis с подъемника, давайте разберемся с дорожным просветом. Каталожное значение клиренса для этой машины 140 миллиметров, и так оно и есть. Низшая точка в данном случае находится под защитой моторного отсека, те самые 14 сантиметров. Передний бампер в данном случае находится чуть выше, порядка 17 сантиметров до его нижней части. До брызговиков всего 11 сантиметров. Брызговики длинные, но при этом резиновые, так что в принципе оторвать их довольно проблематично, разве что при очень низких температурах окружающего воздуха. За передним колесом до порога 17 сантиметров. В задней части порога картина та же самая, 17 сантиметров до низшей точки. Но и задний бампер у нас отстоит от поверхности земли на 23 сантиметра. Причем это, можно сказать, практически вся высота задней части, поскольку ниже этой отметки здесь ничего не свисает. Так что по части дорожного просвета в плане парковки к поребрикам, Avensis в 270 кузове это вполне себе нормальный автомобиль. Можете парковаться уверенно, но вот пропуская высокое препятствие между колес, следует быть все же осторожнее. Что касается подвески Toyota Avensis в 270 кузове, как и на его предшественнике, эта ходовка больше, конечно, заточена на комфорт, а не на рулежку. Машина подойдет тем, кто не принимает чрезмерно жесткую подвеску, не любит входить в повороты на полном ходу, но при этом довольно часто мотается по трассе и, соответственно, вопрос ездового комфорта находится не на последнем месте. Что касается конструктива, подвеска Avensis проста, а следовательно надежна. Передняя подвеска здесь типа Macpherson, причем по тойотовской традиции те же самые нижние шаровые в рычагах выполнены съемными. Поменять их можно отдельно, причем даже если речь идет про оригинал. Служит все в передней подвеске Avensis довольно-таки продолжительное время. Более чем 100-120 тысяч километров. А некоторые владельцы, кто эксплуатирует машину в основном по городу да по хорошему асфальту, вообще не лазают сюда вплоть до пробега в 200 тысяч. Что касается рулевой рейки, то у Avensis рейка электрическая. Здесь стоит EUR, и если руль на машине крутится без рывков и ступенек по усилию, то по большому счету, считайте, никаких проблем с ней нет. В случае, если рейка из-за пробега и выработки уже начинает стучать, есть варианты ее восстановить. Причем это относительно нормальные деньги. Не дороже, чем на любых других автомобилях подобного класса. При осмотре автомобиля на подъемнике не забывайте посмотреть, чтобы на двигателе не было следов масляных течей. Небольшое запотевание на лобовине двигателя, то есть по стыку крышки, прикрывающей механизм ГРМ и блока с головкой блока, не должно быть следов масла. По крайней мере, не в виде течи. Легкое отпотевание допустимо и встречается, кстати, достаточно часто. Поводом для паники не служит. Задняя подвеска этой машины сложнее, чем, например, у Corolla. Здесь многорычажка по три поперечных рычага и по одному продольному. Но в целом, опять же, все это хозяйство спокойно служит под 200 тысяч километров. Практически без исключений. Что касается таких моментов, как, например, ступичные подшипники, то на Авенсисе этой генерации все они меняются только в сборе со ступицей. Это касается и передних, и задних ступичных подшипников тоже. Так что в случае, если осматривая подержанный экземпляр, вы вдруг услышали гул, напоминающий подшипник, и диагностика на сервисе это подтвердила, смело торгуйтесь с продавцом, поскольку поменять подшипник отдельно у вас здесь не получится. Что касается тормозов, они здесь вкруг дисковые, причем стояночный тормоз на Авенсисе зажимает рабочие тормоза. Здесь нет маленьких барабанов с дополнительными колодочками. И в целом это очень даже хорошая схема, которая позволяет вам зимой спокойно оставлять машину на ручнике, поскольку буквально пары торможений хватит для того, чтобы просушить диски, и их уже не прихватит. Также в задней части автомобиля у нас располагается топливный бак. Бак здесь, кстати говоря, пластиковый, горловина его резиновая, коррозии здесь можно не опасаться, емкость бака 60 литров, а Авенсис с его расходом топлива даже в городе этого объема хватает с избытком. Таким образом, Toyota Авенсис в кузове Т270 – это довольно интересный сбалансированный автомобиль с просторным салоном, практически нержавеющим оцинкованным кузовом, а также в целом надежными агрегатами с небольшим расходом топлива и приемлемой динамикой. Клиренс у автомобиля более-менее достаточный, по крайней мере, в том, что касается высоты бамперов и порогов, ну а на трассе такая машина позволит вам проезжать большие расстояния и при этом не утомит вас излишней жесткостью подвески. Когда-то давно эта модель практически вчистую проиграла битву за сердца покупателей с 40-й Camry, ввиду небольшой разницы в цене, но большой в классе автомобиля. Однако в настоящее время, с учетом все уменьшающегося количества живых сороковок на рынке Toyota Avensis, вполне имеет шансы оказаться претендентом на покупку. Если у вас когда-то был или есть до сих пор Avensis в кузове Т270, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить, укажите все это в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. На сегодня это все. Спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. До новых встреч на канале. Пока!